Здравствуйте, меня зовут Седа Каспарова, я тренер по дизайну голоса, речи, ораторскому мастерству. Я только что завершила, практически завершила свой трехдневный ретрит под Ярославлем. Психосоматика, голос, дыхание, в общем, было много всего. И я думаю, что мой отзыв будет полезен тем, кто настроен скептически, потому что я, по сути, именно из таких людей. Я всегда сознательно избегала больших скоплений людей, и все эти темы про я поехала просветлился, там я что-то увидела, мне казалось, что это бред, я не люблю и не любила до этих дней, чтобы вокруг меня дышали, скакали, что-то делали. Меня это жутко всегда отвлекало и не могло помочь, способствовать какой-то настройке. Я думала, что он сейчас тебе гемоты перестанут прыгать, и снизойдет какой-то дзен. В общем, дзен ни разу так и не снизошел, но в этот раз, правда, что-то случилось волшебное. Причем на каждого тренера, на каждую практику у меня была определенная своя реакция, очень интересная. Я сейчас пока еще не буду вам врать, да я в принципе не вру и не скажу, что вот это было вау, но то, что случилось для меня, для моего уровня, правда, это было вау. Мне было очень спокойно, я не боялась контактировать с людьми, я не боялась вступать вот в такие ладошковые какие-то энергетические контакты. И людям понравилось, знаете, мало того, что они запомнили мое странное имя, так еще и подходили и говорили, боже, как с тобой хорошо, как нравится. Вот, ну правда, если вы никогда не были, никогда не слышали, не читали и думаете, что это секта, то нет, это не то, что вы думаете, я сейчас все объясню. Это такое сообщество людей, которым просто интересно немножко заглянуть вглубь себя, оторваться от того мира, в котором они живут. Потому что сюда, под Ярославль, я даже не помню, как называется это, деревенька, тутушонка, тушонка, какое-то смешное кукушонковское название, сюда приехали люди со всей страны, слушайте, из Мурманска летели, из Калининграда летели, Москва. В общем, ой-ой-ой, доехали, значит, им это нужно. И это не просто потусить, потому что, честно, возраст не тот для тусе-мусе. Тут же взрослые люди, которые решились на то, чтобы что-то попробовать новое в своей жизни, чтобы себя иначе увидеть. Это очень важно. А главное, что все это происходит без каких-то волшебных трав, грибов и воздействия извне. Мы раскрываем здесь ту силу, которая заложена в нас. И это богатство, это уникальный такой потенциал, которым мы в быту нигде не пользуемся. Мы не применяем и ищем тех, кто накормит нас антидепрессантами, тех, кто даст какие-то волшебные пилюли, и вот сейчас все сработает. На самом деле человек, как самовосстанавливающаяся система, он уже готов к тому, чтобы помочь себе же и потом помочь другим. Поэтому, если вы думаете, к какому доктору записаться, где попить волшебных таблеток и прочее-прочее, в первую очередь запишитесь на прием к себе. Спросите у себя, что у вас болит, где, почему, и просто послушайте. Потому что остаться наедине с собой всегда страшно. Я знаю по себе, но когда ты решаешься на это, когда ты наконец услышал то, что с тобой происходит, это дает свои результаты. Поэтому я не буду ждать чудес, это не совсем хорошо. Я просто благодарна себе и благодарю ребят, организаторов, за то, что все случилось, и за то, что у меня тоже появилась такая возможность прикоснуться к этому миру. Вот с этого дня, я думаю, что начинается какой-то новый этап. Потому что все то, что мы тут мутили, оно не может пройти бесследно, и я в этом уверена.